Приветствую вас! Начнём, пожалуй, мы с того, что я не очень понимаю вашей проблемой. Вы говорите, я не могу понять, с кем мне быть. С девочкой, с парнем или с парнем? Быть с парнем для меня как-то неправильно, ведь я частица древней традиции. Пишите вы. Вот что это значит, что вы частицы древней традиции не очень ясно. То есть о какой древней традиции вы говорите в данном случае? Вы как-то поясните хотя бы это. А если речь идёт о каких-то вот стереотипах, да, о том, что вы имеете, допустим, влечение и к парням, и к девочкам, то это абсолютно нормально, потому что уже достаточно давно доказано, что человек существо бисексуальное. Вот. Что вам надо бы принять себя в первую очередь, да, таким, какой вы есть. Вот. Понимаете? И посмотреть на то, что вам, к примеру, мешает это сделать. Так почему вы не можете себя принять? Вы говорите, что вы частицы древней традиции, но как эта традиция, которая имеет место быть? Да? Вот. Как эта традиция относится к вам? Ведь вы отдельный человек и вы не давали, к примеру, обещаний эту традицию как бы соблюдать, там, чтить, продвигать и так далее. Понимаете? Понимаете? А говорить нет тому, что вам не хочется. Тому, что вам, ну, к примеру, не нравится, не нужно, не интересно, не хочется. Вот. Ибо, если вы не будете говорить нет, то так вы рискуете прожить свою жизнь, не будучи принадлежащим себе. Самому. Вот. И вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли вы будете счастливым, вряд ли вы можете сделать кого-то счастливым. В таком случае. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, в первую очередь, конечно, конечно, это чувство вины, которое вас мучает. Вот. С ним я предлагал, предлагал бы вам работу с чувством вины. Вот. Второе, это, наверное, избавление от стереотипов, да, то есть, абсолютно лишние, абсолютно ненужные, абсолютно устаревшие стереотипы, вот, которые давно уже, собственно говоря, не актуальны. Вот. И, опять же, для этого нужно всего лишь только ваше желание. То есть, нужно, чтобы вы хотели, чтобы вы сами хотели избавиться от этого, чтобы вы сами хотели увидеть мир по-другому, чтобы вы сами захотели принять себя. И перестать, к примеру, подавлять, как это, ну, как это вы делаете сейчас. Вот. Хотя, конечно, возможно, сами вы сделать этого и не сможете. Возможно, вам нужна будет помощь, и если так, если так, то помочь вам мы готовы, если так. Но вопрос заключается в том, готовы ли вы сами себе помогать. Вот. На мой взгляд, именно так обстоят дела. На мой взгляд, именно так сейчас, на данный момент, это все и происходит. То есть, если вы готовы, вот, если вы готовы работать над собой, к примеру, то я думаю, что вам можно помочь. Потому что достаточно много людей, как бы, ну, не принимают себя, да, достаточно много людей отказывают себя принимать, не могут себя принять. Вот. И, соответственно, помочь вам в этом, я считаю, наши задачи, вот. Но, как я, как я уже сказал, вот, то только столомоны при вашем желании, вот. Это, значит, такой момент. Такой момент. Дальше идем, значит, так. Без девочки, ну, как не смотреть на парней? Ну, это вот ваша бисексуальная ориентация. Я был нерешительным в этом образе, потом стал более серьезным, но нежким. Очень важный момент, очень важный момент, что вы подразумеваете под, собственно говоря, серьезностью. Вот. То есть, на мой взгляд, очень часто люди под серьезностью понимают некую такую зажабость, некую такую, может быть, даже недоверие. Вот. По отношению к, ну, там, кому-то, да. Вот. То есть, очень, очень важно это понять для вас, на мой взгляд. Вот. Чтобы вы все-таки для себя в этом лучше разбирались. Вот. В том, что происходит. Что именно вы подразумеваете под серьезностью. Как вы понимаете серьезность. И так далее. На мой взгляд, момент очень важный. На мой взгляд, момент очень важный. Ну, вот. На мой, на мой взгляд. Конечно. Дальше. Молить, чтобы, молить Богу, чтоб послал мне либо его, либо ее. Боже, помогите. Это придет меня с ума. Скажите, а для чего вам кто-то? Ну, зачем вам кто-то, зачем вам человек? В чем проявляется ваша нужда в этом человеке? Почему вы даже молитесь Богу, чтоб он вам кого-то бросал? Но, если вы, если вы верующий человек, то вы, наверное, должны знать, что Бог, Бог помогает только, только людям, которые сами что-то делают. Бог, Бог, он не помогает тем, кто просто ждет и все. Понимаете? Вот. Поэтому, поэтому в данном случае, вы просто проявляете такую определенную пассивность. Вот. Которая, которая является, по сути, ну, по сути дел, да, является перекладыванием ответственности. Вот. Я, если честно, не думаю, что это, прям, хорошая такая идея. Я, если честно, не думаю, что это, прям, то, что полезно вам. Вот. Вот. Я не думаю, что, это, идет вам на пользу. Вот. Так что, смотрите сами. Вот. Ну, и, конечно, потребности, о которых я говорил, да, то есть, вот, именно ваши потребности, они, ну, да, это действительно удовлетворение. Вот. Вот. Но это, потребности, ни в коем случае, вы не можете, пытаться удовлетворить за счет, там, ну, 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 за счет, эм, других людей. В данном случае, за счет, возможных партнеров. Вот. Которые у вас могут быть, а могут и не быть, собственно говоря. Вот. Но вы ставите себя, в любом случае, в очень сильную зависимость. Вот. Вот. От людей. Получается. И, это вам, конечно, мешает. Вот. То есть, по сути, по сути, на мой взгляд, вырисовывается следующая картинка. Эм. Эм... Ам... У вас есть потребности. Ам... У вас есть желания. У вас есть желания. вероятно. Перекладывайте на Бога ответственность за то, чтобы быть, к примеру, счастливым. Но это ваш ответ, а не Бога. И вы не свободны сами пока что. Если вы не уверены в себе, к примеру, то с этим тоже можно и нужно работать. Вот. Понимаете, какая сторона. С этим тоже можно и нужно работать, если вы в себе не уверены. Вот. Мне кажется, это и является ключевой проблемой. Вот. Понимаете? Какая сторона. Вы пишете, а, значит, помогите. Но как вам помочь? Если вы даже не рассказываете о себе ничего. Если вы даже не раскрываете ничего о себе. То есть, мне кажется, что здесь вот нужно именно подробная консультация с вами. Вот. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что он помог вам. Вот. Понимаю, что один мой ответ не избавит вас от всех предосудков, от всех стереотипов, от врагов, от неуверенности в себе, которые вы испытываете. Ну, вот. Но, по крайней мере, это позволит вам, я надеюсь, увидеть те пути, те направления, в которых вам нужно следовать. Вот. Вот. Это что-то я могу сказать. Если у вас остались вопросы, а, значит, пишите в личку. Я буду, я буду рад помочь. Вот. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного решения ваших проблем.